здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео поговорим об оценке варочного процесса и выходе экстракта при производстве ахмеленного сусла из перерабатываемого сырья должно получаться как можно больше растворимого экстракта наиболее подходящего состава а выполнение этих требований при использовании технологически и экономически подходящего процесса свидетельствуют о правильном ходе варки основным показателем достигнутой степени использования сырья является так называемый выход экстракта это доля растворимого экстракта полученного из переработанной засыпи выраженная в процентах для расчета выхода экстракта следует определить массу засыпи объем полученного охмеленного сусла и его плотность засыпь взвешивают на обычных или чаще на автоматических весах кроме массы должна быть известна также экстрактивность используемого солода а при комбинированной засыпи всех видов солода и его заменителей количество по массе всех компонентов засыпи пересчитывают на так называемый стандартных солод под которым подразумевается солод пильзинского типа экстрактивностью 75 процентов в исходной массе на воздушно-сухое вещество объем полученного сусла вместе с хмелем определяется мерной рейкой непосредственно после окончания кипячения для расчета экстракта объем сусла измеренный при температуре около 100 градусов цельсия нужно корректировать на температуру при которой определяется концентрация то есть на 20 градусов цельсия корректировка наряду с уменьшением объема сусла включает также поправку на смачивание котла и находящиеся в сусле хмель в целом на 4,08 процента на практике же обычно берут ровно 4 процента следовательно для корректировки объема полученного горячего сусла на объем холодного сусла требуется объем горячего умножить на 0,96 объем полученного сусла следует измерять как можно точнее надо обязательно дождаться пока полностью не успокоится поверхность волнение снижает точность измерения и тем больше чем больше диаметр котла концентрацию сухих веществ в сусле определяют на практике сахарометром правильность измерения следует проверять параллельно пикнометром образец для определения концентрации берут из котла непосредственно перед измерением объема и тот час после него чтобы не возникала ошибка из-за дальнейшей концентрации сусла в результате испарения взятые сусла отделяют от хмеля и быстро охлаждают до температуры примерно 20 градусов цельсия установленные данные концентрации корректируют на нормальную температуру по данным на температурной шкале сахарометра при измерении следует следить за тем чтобы стержень сахарометра не погрузился глубже величины от считанной на шкале по сахарометру определяют объем экстракта концентрацию сухих веществ всегда в процентах по массе в килограммах на 100 килограмм для расчета выхода экстракта полученные данные выраженные в процентах по массе надо перевести на объемные проценты килограммы на гектолитр путем умножения на соответствующую плотность или определив это по таблицам выход экстракта рассчитывают по формуле е нулевое концентрация сухих веществ в холодном сусле объемные проценты полученный выход экстракта сравнивают с экстрактивностью переработанного солода определенной с помощью анализа экстракт солода определяемый конвенционным методом является величиной постоянной однако не представляет максимальной величины которой можно было бы достигнуть при более интенсивном затирании кроме того при определении экстракта конвенционным лабораторным методом предполагается что у воды задержанной дробиной та же экстрактивность что и у сусла поэтому экстракты определяемые лабораторным методом на одну целую две десятых процента выше чем в действительности так как по техническим причинам состав производственного дробленного солода всегда грубее а также учитывая то что при производстве светлого пива дробина хорошего качества никогда полностью не выщелачивается выход экстракта в производственных условиях по сравнению с выходом определяемым в лаборатории почти всегда ниже разница обычно колеблется в пределах от 1 до 3 процентов среднего на целое две десятых процента с практической точки зрения выход экстракта считается удовлетворительным в том случае если он всего на один процент ниже экстракта переработанного солода в исходной массе на воздушно сухое вещество только в исключительных случаях когда солод интенсивно затирают и дробину основательно выщелачивают можно добиться выхода экстракта в производственных условиях близкого к выходу по анализу или даже незначительно его превышающего при относительно низком выходе экстракта необходимо проводить анализ среднего образца производственной дробины при этом вымываемый экстракт дробины при производстве обычного рядового пива не должен превышать пол процента в пересчете на исходную то есть на мокрую дробину экстракт из неосахаренного крахмала не вымываемый экстракт колеблется о производственной дробины от двух десятых до одного процента при хорошей работе объем общего экстракта оставшегося в дробине не должен быть выше 1,25 процента в пересчете на мокрую дробину если причиной низкого выхода экстракта является более высокое содержание вымываемого экстракта в дробине то это является следствием нарушений при фильтрации в таком случае необходимо установить нормальная ли температура воды для промывания дробины она не должна быть выше 78-80 градусов цельсия не слишком ли охлаждается содержимое фильтрационного чана не допускается ли техническая ошибка при фильтрации очень быстрый пропуск кранов неполное стягивание первого сусла слишком концентрированное первое сусло неравномерное орошение неправильная операция смешалка и так далее не очень ли мелкий помол и наконец хорошего ли качества перерабатываемый солод дробина из твердого солода плохо вымывается если выход экстракта снижается за счет высокого содержания невымываемого экстракта неосахаренного крахмала в дробине то это зависит от сырья или от его переработки твердые солода плохо растворенные короткого вращения затвердевшие при сушке надо дробить более мелко чем нормальные выход экстракта из них можно улучшить путем более интенсивного затирания затиранием холодной воде удлинением пауз введением выдержки при 50 градусах цельсия хорошим кипячением заторов интенсивным перемешиванием или другими изменениями технологического процесса при точном определении выхода экстракта следует учитывать также экстракт оставшийся в дробине объем экстракта из неосахаренного крахмала в дробине зависит от растворения солода и от его обработки в варочном отделении механический состав дробленого солода принятый способ затирания кипячения заторов в то время как достигнутая степень выщелачивания дробины характеризуется количеством вымываемого экстракта выход экстракта полученного в варочном отделении сравнивается с выходом полученным в лаборатории на основе баланса этот баланс представлен в таблице на экране выход экстракта имеет большое значение с хозяйственной точки зрения если в дробине остается большая доза экстракта из неосахаренного крахмала то следует найти причину и устранить ее и наоборот слишком глубокое вымывание экстракта поскольку сильное выщелачивание солодовой оболочки отрицательно влияет на вкус пива для того чтобы получить высококачественный продукт при хороших экономических показателях необходимо добиваться правильного отношения между выходом экстракта и качеством готового продукта количественный результат то есть выход экстракта варки в определенной степени характеризует и качественный результат при производстве сусла с этой точки зрения наибольшее внимание уделяется двум основным ферментативным процессом то есть расщеплению крахмала и белков в практике следует расщеплять на йодонормальные продукты весь крахмал предоставляемый сырьем из которого получается главная доля растворимого экстракта наоборот белки при затирании расщепляются только частично однако достигнутая степень расщепления оказывает существенное влияние на качество качественная сторона то есть соотношение отдельных продуктов расщепления в сусли обеспечивается проведением технологического процесса который при наличии объективных причин может изменяться для обеспечения требуемого стандартного качества сусла растворению кислорода в сусли способствует низкая температура тонкий слой и движение сусла была обнаружена также зависимость растворимости кислорода от плотности сусла с ростом которой растворимость несколько снижается чтобы не было трудностей при главном брожении сусло должно содержать перед сбраживанием не менее 6 миллиграмм кислорода в одном литре расщепление крахмалов в практике определяется с помощью простейших методов показателем полноты расщепления крахмала является содержание невымываемого неосахаренного крахмала в дробине протекание процесса осахаривания и его полнота в заторах в первом сусли промывной воде и в готовом охмеленном сусли обычно определяется йодной пробой содержание сбраживаемых веществ сахаров в сусли наиболее точно определяется путем установления конечной степени сбраживания азотистые вещества в готовом сусли это почти исключительно продукт расщепления белков солода которые перешли в раствор или прямо или под действием протеаз при затирании однако при затирании невозможно непосредственно наблюдать за расщеплением белков или непосредственно управлять процессом так чтобы образовалось как можно меньше фракций дающих дальнейшее помутнение поэтому применяют косвенный процесс состоящий в том что в течение всего технологического процесса поддерживаются условия для осаждения нежелательных фракций в частности обеспечивается хороший брух сусла предусматривается осаждение мути в грубой форме основательно осветляется пиво при дображивании и т.д. по кольбаху интенсивность расщепления белков можно определить по выходу белков в производственных условиях азот в готовом сусли в процентах от общего азота в солоде и конвенционном сусли азот в сусли прокипяченным с хмелем в процентах от азота в солоде полученным в лаборатории по данным этого же автора условия при затирании время температура ph оказывают почти одинаковое влияние на ферментативные превращения за исключением амилолиза так что интенсивность расщепления белков является одновременно показателем интенсивности остальных процессов ферментативного расщепления кроме ферментативных превращений необходимо контролировать также изменения вызванные кипячением заторов декокций и кипячением сусла с хмелем речь идет главным образом о кристеризации крахмала коагуляции белков растворении горьких и дубильных веществ и образовании красящих веществ вы посмотрели видео об оценке варочного процесса и выходе экстракта благодарю вас за внимание подпишитесь на канал поставьте лайк напишите комментарий с вопросом если вам что-то непонятно а на этом я с вами прощаюсь желаю вам всяческих успехов и до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитров и субтитров и субтитров и субтитров